Наши соседи в Измаильском и Килийском районах терпят настоящее бедствие, причиной которого стал ураган, бушевавший в Придунавье 18 января, который разрушил 23 опоры линии электропередач. Уже восьмые сутки живет без электроснабжения город Вилково. Детские сады и школы не работают. Три микрорайона многоэтажных домов, переведенных на электроотопление, замерзают. Температура в квартирах опустилась до плюс 5 градусов. Все, у кого есть родня в частном секторе с печным отоплением, естественно, бросили свои квартиры и перебрались поближе к группкам. С 20 января в Вилково работает аварийно-спасательный отряд из Одессы с передвижной электростанцией. Вода горожанам подается по графику. В городской больнице установлен отдельный генератор. В Вилково не работают отделения Приватбанка и Ощадбанка, отчего особенно страдают пожилые люди, которые не могут получить свои пенсии. Настоящая проблема – зарядка мобильных телефонов. К счастью, эту услугу бесплатно оказывают владельцы двух магазинов, у которых есть дизель-генераторы. Как заявил в СМИ председатель Килийского райсовета Павел Бойченко, работы по восстановлению электроснабжения Вилково и других населенных пунктов завершится до 5 февраля. Но как прожить в кромешной тьме и холоде еще 12 дней? Немножко легче жителям Измаила, где электроэнергия, пусть по плавающему графику, но все же иногда подается. Искренне сочувствуя своим соседям, мы сегодня понимаем значимость той работы, которая была проведена в Рени в прошлом летом, когда на многих улицах нашего города сотрудники Одессоблэнерго заменили старые железобетонные опоры на новые. В период непогоды не было в нашем городе и обрывов проводов из-за падающих деревьев, поскольку старые насаждения последовательно ликвидируются. Если говорить о селах нашего района, то последствия урагана здесь были ликвидированы уже 19 января. Восстановлено электроснабжение в Котловине, Лиманском и Плавне. Также устранены обрывы в Орловке и Новосельском. Однако вернемся к нашим соседям. В настоящее время у села Новозерное в Измаильском районе начали демонтаж упавших и установку новых опор линии электропередачи, которая питает Измаил и ряд других населенных пунктов юга Одесской области. Пока же электроснабжение Измаила обеспечивается по резервной линии, мощности которой на весь город не хватает. Если позволят погодные условия, восстановление линии электропередачи займет до двух недель.